В Казани завершился грантовый конкурс для физических лиц от Министерства молодежи Республики Татарстан, по которому молодые люди могли получить до 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта. В число победителей конкурса вошли и представители Казанского федерального университета, которые получат необходимое финансирование для реализации их проектов на сумму от 60 до 255 тысяч рублей. Проект «Доноры НКО» направлен на популяризацию донорского движения среди молодежи. В рамках проекта мы планируем провести серию образовательных мероприятий, донорских акций на базе Республиканского центра крови. Также планируется выпуск серии подкастов с действующими донорами КФУ, а также с действующими лидерами донорского движения Республики Татарстан. Благодаря проекту мы сформируем определенную базу доноров из студентов КФУ. Это поможет в дальнейшем нам очень оперативно находить людей с определенной группой крови для центров крови. Конкурс проходил по 14 номинаций. Творческие инициативы молодежи, Инициатива молодежи по поддержке туризма, Научная инициатива молодежи, Карьера и профессиональная самореализация и другие. Также в этом году были добавлены три актуальные номинации. Инициатива, направленная на поддержку молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, Развитие механизмов оказания психологической помощи молодежи и социальное предпринимательство. Мой проект называется «Языковые курсы Legal Languages». Это образовательные кружки, которые направлены на бесплатное изучение языков студентами Республики Татарстан. Это будет происходить посредством проведения языковых уроков. Данный проект решает задачи, которые связаны с адаптацией и социализацией иностранных студентов Татарстана и организацией их досуговой деятельности. И самое главное, чему способствует проект Legal Languages, это продвижение идей духовного единства, дружбы народов среди студенческой молодежи. Выигранные деньги гранта способствуют улучшению и расширению проекта и пойдут на оплату труда преподавателей, также на приобретение принадлежностей, необходимых для их работы. Республиканский конкурс по предоставлению грантов функционирует ежегодно. Любой желающий может подать заявку на сайте субсидия.татарстан.ру и получить возможность реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики. Алина Красильникова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова